Мы действительно чувствуем себя пионерами. И на самом деле эта идея вхождения в состав Казанского федерального университета, которая вынашивалась еще с далекого 2014 года, она с начала 2016 года воплотилась в жизнь. И для нас это действительно такой уникальный опыт. Мы сегодня приобретаем это в масштабах всей страны, когда действующие три учреждения в системе регионального здравоохранения вошли в состав высшего учебного заведения с целью для того, чтобы создавать условия для развития медицинской науки и медицинского образования. Надо сказать, что этот опыт действительно первый. Есть еще наши коллеги, которые работают в составе вузов, где тоже есть медицинские центры, но они создавались с нуля. И они переживают проблемы с интеграцией регионального здравоохранения. Чего не происходит у нас. Мы крепко вшиты в систему регионального здравоохранения учреждений, и это наше конкурентное преимущество сегодня. Сегодня мы уже в составе университета и чувствуем себя полноценными членами университетского сообщества, потому что перед нами уже сегодня стоят задачи, поставленные людьми, занятыми в фундаментальных исследованиях. Мы сегодня имеем тесную интеграцию в части научного поиска. Еще одной из наших приоритетных задач является оказание медицинской помощи населению региона. Это крайне важно, потому что полностью погрузиться в научные исследования у нас, к сожалению, не получится никогда. Но в том-то и наше конкурентное преимущество, скажем. Необходимо отметить, что мы, как уже было сказано, являемся частью регионального здравоохранения и, безусловно, выполняли свои задачи по охране здоровья граждан. Три учреждения, вошедшие в состав – это городская поликлиника номер 2, республиканская клиническая больница номер 2 и больница скорой медицинской помощи номер 2 города Казани – они выполняли свой функционал абсолютно в соответствии с программой государственной гарантии, которая наделяла их объемом государственных заданий. К счастью, нам удалось в момент перехода отстоять все эти позиции, и мы сегодня продолжаем эту работу. Ситуация по переходу была не однодневной, велась большая работа по разъяснению коллектива всех перспектив, улучшения тех, которые мы получим, выбирая совместный путь с университетом. Удалось доказать и убедить людей о том, что переход в состав вуза не повлечет никаких потерь, ни репутационных, ни в части защиты социальных гарантий со стороны государства. Но вместе с тем мы поняли, что коллектив был убежден в том, что мы будем на острие развития научного поиска, развития медицинской науки. И вот этот выбор, совершенно осознанно сделанный нашим коллективом, позволяет сегодня приобретать вот эти конкурентные преимущества в виде владения медицинскими технологиями, которые только-только приходят в обиход медицинской отрасли, и мы их действительно первые получаем и их используем. Примером того может служить генная диагностика и клеточные технологии. Вот мы уже сегодня имеем первые опыты применения данных технологий. Они одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации, включены в перечень, но ввиду технологических причин немногие больницы сегодня могут воспользоваться плодами вот этих технологий. И мы сегодня благодаря университету получили такую возможность, и жители Республики Таштан, жители Российской Федерации уже начинают получать эти современнейшие технологии для своего здоровья. Коренным учреждением, на мой взгляд, это может быть только мое мнение, что коренным является самым высокотехнологичным компонентом университетской клиники является Республиканская клиническая больница номер 2, или Абковновская, как ее, возможно, знают среди населения. Безусловно, это технологический донор университетской клиники, который много лет выполняет и высокотехнологичные вмешательства, и развитие уровня диагностических вмешательств там достаточно высокое. Безусловно, заслуживает внимание работа наших коллег, которые пришли вместе с больницей скорой медицинской помощи. Номер 2, или 6-я городская больница, которая находится напротив отеля Корстен и парка Горького. Там, на самом деле, коллектив является носителем истинных медицинских знаний, потому что, к сожалению, судьба их сложилась так, что они не были оснащены высокотехнологичным оборудованием, и тем не менее работали по стандартам скоропомощной больницы, и это требовало от каждого из членов команды достаточно больших усилий. Они являются именно доиндустриальной эпохи медицины носителем вот этих знаний. То есть они могут в этом направлении стать донорами знаний для наших будущих коллег, для студентов. Городская поликлиника номер 2. Одна из самых успешных в городе Казани, с очень хорошим коллективом. Приверженность населения говорит о том, что они голосуют за этих врачей, они приходят. И это стало особенно ярко видно, когда люди получили возможность открепиться и поменять поликлинику для медицинского обслуживания. Несмотря на то, что сегодня идет колоссальное изменение в инфраструктуре, что создает неудобства для пациентов, люди от нас не уходят. Они продолжают верить. И это самый главный показатель того, что мы на верном пути. С приходом в состав университета, безусловно, мы ждали и получили большой объем инноваций, которые мы сегодня видим в инфраструктуре наших объектов здравоохранения. Всего на самом деле 9 лечебных корпусов у нас сегодня. Есть более, скажем так, модернизированные на предыдущих этапах и есть отстающие. Пошли быстрые изменения. За три года будет более 1 миллиарда рублей вложено в инфраструктуру и медицинскую технику, что позволит поднять качество медицинской помощи на более высокую планку. То есть мы сегодня ни в коем случае не будем проигрывать больницам, которые были в программе модернизации здравоохранения в 2011-2013 году. Под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые мы знаем, что наши коллеги в крупных больницах очень здорово продвинулись технологически. Это отставание будет ликвидировано, я полагаю, что в течение 2017-2018 года. Сегодня мы имеем четкий план развития на ближайшие три года, в рамках которого предполагается не только модернизация инфраструктуры, но и повышение квалификации кадров, что неотъемлемая часть одного процесса. Надо сказать, что сегодня идут глобальные изменения в технологической цепи хирургических методов лечения. То есть мы сегодня нацелены на то, чтобы форматировать здание бывшей РКБ-2 в сердечно-сосудистый центр, потому что там уже имеются наработанные компетенции в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Большим подспорьем для решения данной задачи явился переход сосудистой хирургии из здания 6-й городской больницы на Чехово. Я думаю, что мы в ближайшее время уже будем показывать свои работы. Кроме того, идет мощная модернизация хирургической службы в здании 6-й городской больницы. Мы его сегодня позиционируем как центр хирургических методов лечения. Там готовится 6 достаточно современных, они обязательно будут соответствовать мировому стандарту оснащения хирургической службы. Сегодня эта работа уже заканчивается. И фактически мы планируем стартовать где-то в мае 2017 года уже в новых условиях, где будет солидный, мощный хирургический блок и реанимация. Наша стратегия, безусловно, ориентирована на то, чтобы это был пациент в центре внимания медицинского персонала. Это не наш лозунг, это лозунг мирового опыта. И мы на сегодняшний день тоже в этом тренде работаем. Наши мероприятия по внедрению стандартов качества, наши усилия по созданию автоматизированных систем управления, где инфраструктурная связь между подразделениями больницы происходит в автоматическом режиме, тем самым сокращая время ожидания пациента. Это для нас является одной из приоритетных организационных задач. Надо сказать, что в одной из материнских больниц университетской клиники эти технологии развиваются еще с 2012 года. И сегодня у нас достаточно большие успехи в этом направлении. У нас все медицинские записи проводятся в электронном виде. Вот эта автоматизация производства медицинской услуги, она позволяет пациенту также чувствовать себя комфортнее. Сегодня реализуется большой проект по ремонту второй городской поликлиники, общеизвестной как вторая городская поликлиника. Это будет консультативно-диагностическая поликлиника университетской клиники. Там будет более 1200 посещений смен. Сегодня это 40 тысяч прикрепленного населения к нам. Мы очень надеемся, что наша привлекательность позволит увеличить эту цифру. И на самом деле проект сегодня предполагает разделение труда между работниками поликлиники, для того, чтобы они успевали сделать больше и качественнее. Кроме того, более 30% полезной площади поликлиники будет отдана пациентам, чтобы они ожидали в комфортных условиях, чтобы они занимались саморазвитием, чтобы с ними там занимались соответствующие специалисты в различных школах. И эта концепция, на наш взгляд, позволит смоделировать те процессы, которые происходят сегодня в трендах различных медиций, помочь развитию этих технологий и на самом деле привести в конечном итоге к удовлетворенности пациентов наших. Мы можем, изучив профиль генов человека, дать соответствующие рекомендации. Что его может ждать в дальнейшем, какие профилактические меры он должен применить для того, чтобы как можно дольше сохранить свое здоровье. Это, безусловно, диагностика наследственных заболеваний, которые необходимо прогнозировать в следующих поколениях. Это и поиск в области вынашивания беременности и родовспоможения. Вот эти аспекты, они наиболее актуальны сегодня для современной медицины, и мы как раз этим занимаемся. Что касается клеточных технологий, это отдельный блок, и он может быть применим при массе различных заболеваний. Суть этого метода в том, что сегодня разрешенные методики применения собственных клеток, которые выделяются из организма, соответствующим образом в лабораторных условиях, обрабатываются и вводятся обратно в организм человека, для того, чтобы вне организма модифицировать работу клеток, например, защиты, и тем самым помочь организму в иммуном ответе. Вот эти технологии сегодня уже доступны для нас, и мы их начинаем широко использовать. Выбрано четыре основных направления развития. Это, как я уже упоминал, сердечно-сосудистые направления в области кардиохирургии с возможностью пересадки сердца к 2020 году, если программа будет реализовываться планово. Это, кроме того, к 2018 году необходимо пересадить почку. Это тоже повлечет за собой бурный рост хирургических методов, специальности иммунологии, обеспечивающих процессов, потому что технически сегодня эти операции достаточно распространены во всем мире, и основной проблемой является болезнь трансплантата. То есть пересаженный орган начинает чувствовать себя некомфортно, он начинает отторгаться организму, и с этой проблематикой нам тоже нужно будет бороться. Кроме того, мы планируем начать работу в части экстракорпорального оплодотворения. Тоже наша модификация подразумевает под собой мощную генную диагностику как родителей, так и подсаживаемого эмбриона. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы создать адекватные условия подготовки женщины и ее супруга к моменту искусственного оплодотворения, что тоже мы, к сожалению, не всегда видим в рутинной практике. То есть вот это нашими акцентами является. Но и, безусловно, четвертым направлением – это дружелюбная поликлиника. На наш взгляд, это основная проблема сегодняшнего здравоохранения в том, что люди не сотрудничают с врачами в поликлинике. И вот это является, наверное, для нас даже большим приоритетом, чем высокотехнологичные методы. Мы концентрацию внимания туда делаем особенно мощную, и туда направляются большие ресурсы, как людские, так и материальные. И хотим, действительно, чтобы поликлиника наша была правильно работающей. Люди нам верили, у нас были хорошие, теплые взаимоотношения с нашими пациентами. Это для нас очень важно. 2015 год в Республике Тарстан был объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И этот период как раз пришелся на вопрос остановления выбора векторов развития нашей больницы. И мы, на самом деле, очень серьезно отнеслись к этой проблематике. Но и мы вшиты были в региональное здравоохранение таким образом, что одним из ведущих сосудистых центров являлась РКБ-2. И мы, безусловно, поняли, что у нас есть достаточная платформа для дальнейшего развития. И поняли, что мы без работы в любом случае никогда не останемся. Потому что даже сегодня при всех усилиях государственного здравоохранения смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя и падает, но остается достаточно высокой. Более 50% причин всех смертей в Российской Федерации вызваны сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому для того, чтобы ускорить решение данной проблемы, помочь людям было выбрано сердечно-сосудистые направления. И мы сегодня всерьез этой проблемой занимаемся. Появление Макиарини в Казанском федеральном университете связано именно с его выбором вуза, где он будет реализовать свой мегагрант, который он выиграл. И поэтому это является стечением судьбы, если хотите. Сегодня то, что такой человек работает в университете, для нас является большим благом. Дело в том, что он является носителем тех, ну скажем так, знаний, тех технологий, которые ждут нас в ближайшем будущем. И мы впитываем от него эту информацию для того, чтобы мы могли сделать достойный уровень при нашей модернизации. Много очень полезных советов он дал на этапе проектирования, той модернизации, которая сегодня происходит. Очень много прогрессивных идей, ломающих наши стереотипы в ходе жарких обсуждений и диспутов мы от него получили. И после осмысления они были приняты к реализации. На самом деле это очень, на мой взгляд, было полезное общение. И оно сегодня продолжается. Но, к сожалению, он сегодня не способен оказывать практическую помощь в силу того, что он не имеет официального допуска к медицинской практике на территории Российской Федерации. Он пытается сегодня защитить это право. И на самом деле мы очень были рады, если бы это произошло. Но я думаю, что он выдающийся хирург, во-первых. И то, что он передает нам в качестве своих знаний, консультации, для нас очень полезно. Да, есть примеры, скажем так, продуктивного сотрудничества. С тем же самым японскими нашими коллегами в части генетических аспектов медицины, где мы, на самом деле, уже достаточно далеко продвинулись. И сегодня, скажем так, на выходе у нас проект фармакогеномики, когда при назначении препарата мы будем делать генную диагностику. Это не касается всех групп препаратов. Это касается отдельных препаратов для длительного приема, для того, чтобы не было извращенной реакции организма на то, что будет происходить при приеме того иного лекарства. И это действительно один из тех примеров, которые сегодня для нас наиболее ценным являются. Кроме того, у нас есть устойчивые связи с университетской клиникой города Йена в Германии. Мы с ними даже прорабатывали проект строительства учебно-лабораторного и лечебно-профилактического корпуса. Огромное подразделение, которое, в принципе, было призвано решить все существующие проблематику в современном периоде для университетской клиники. Это создание некого высокотехнологичного ядра. Мы ознакомились с их примером, увидели, что происходит в их больнице и на самом деле переняли уже у них достаточно много организационных решений. Безусловно, для нас является приоритетом сотрудничества в области социально значимых заболеваний. Наиболее социально значимым на сегодняшний день является проблема сердечно-сосудистой системы. Во многом у нас существуют контакты и со специалистами в Соединенных Штатах Америки, и в Германию мы нацелены по контактам. У нас достаточно обширный круг интересов, но они носят характер межличностных взаимоотношений. Между докторами обсуждают, делают совместную работу в плане научного поиска, но тесной интеграции сегодня нет.